Азы профессии. Общая психология – самый трудный предмет в этом семестре, признается Мария Самчева, студентка второго курса ИНЯЗа. Собирается продолжить педагогическую династию. В семье несколько учителей. И мамы, и дяди, и тети. Она-то и занималась. Племянница перед ЕГЭ. Самым сложным, признается Мария, было сочинение. Лучше всего девушка подготовилась к экзамену по русскому языку и набрала 100 баллов. Не хотела покидать Тулу, потому что мне здесь очень нравится, и другие города мне не близки. А так здесь педагогический вуз считается одним из лучших в России, поэтому я решила, что такую возможность нельзя выпускать. Лучшие тульские выпускники должны оставаться жить и работать на родной земле. Как этого добиться? Суждают на первом заседании клуба стабальников. Он должен объединить талантливую тульскую молодежь. Это часть реализации программы социально-экономического развития региона, разработанной по инициативе Алексея Дюмина. Он рассказывает, уже сейчас в регионе ведется активная работа с одаренными детьми. В заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в этом году участвовало 48 наших школьников. 16 из них завоевали почетные призовые места, стали призерами, победителями по русскому языку, истории, биологии и другими предметами. О высоком уровне подготовки Туляков говорят и гости заседания. Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов и руководитель Росмолодежи Павел Красноруцкий отмечают число 100 бальников в Тульской области растет. Совместно ведомство три года мониторит сдачу ЕГЭ. За этот период в регионе 133 стабальника. Шесть из них получили максимальную оценку сразу по двум предметам. Причем хорошо подготовиться к ЕГЭ возможно и в простой поселковой школе, рассказывает Анастасия Лагутина. Она пока только учится на Юрфаке, но уже сейчас задумывается о дальнейшем трудоустройстве. Пока параллельно с учебой оказывают юридическую помощь приемные правительства региона. Важно, чтобы вы чувствовали, что вы нужны нашей стране, что от вас очень многое зависит. И я уверен, что вы достойно будете учиться, закончите достойно вуз, получите специальность. Стопбальники – потенциал развития региона. Одноименно региональный проект презентует министр образования области. Он должен помочь решить проблему кадрового голода в разных отраслях науки и производства. Алексей Демин отмечает, предприятия тоже должны сделать все возможное, чтобы талантливая молодежь оставалась работать на малой родине. Обеспечение жильем, достойные зарплаты и меры соцподдержки. Губернатор обращается к профильным министрам, чтобы те подумали о создании открытого молодежного правительства, где талантливые и активные молодые тулики могли бы предлагать свои проекты и менять жизнь на тульской земле к лучшему. Будьте активными, активными везде и в общественных каких-то мероприятиях, и в науке, потому что ваша активность – это дополнительные плюсы, дополнительные бонусы для поступления в вузы, для дальнейшего трудоустройства на те участки, которые вы для себя выберете. Я вас заверяю, что вы действительно очень нам нужны. Мы на вас делаем большие ставки. Вы наше будущее, будущее нашей малой родины и будущее нашей страны. В конце ноября тульские стоп-бальники собираются в Москву. В МГУ пройдет первый всероссийский форум. На него приедут политики, руководители крупных предприятий, чтобы начать диалог с подрастающим поколением. Ведь именно эти талантливые ребята – будущее России. Екатерина Старцева, Вадим Рженков, Первый Тульский.